Он подходил к разным людям, просил их нарисовать велосипед, а потом воспроизводил то, что у них получилось. И что важно в этих велосипедах, что большая часть этих велосипедов никуда не поедет. Никогда. Потому что люди склонны рисовать технически непродоподобные конструкции. Люди склонны либо забывать о том, что вообще у велосипеда есть какие-то элементы, либо делать эти элементы заведомо нефункциональными, делать элементы, которые будут требовать огромного приложения усилий, забывать какие-то важные шестеренки, делать даже просто раму такую, чтобы в нее не сесть, добавлять какие-то ненужные элементы для укрепления прочности, зато в зажочек. Но смысл здесь в том, что вы смогли нарисовать велосипед правильно в том случае, если вы его недавно разбирали руками, в том случае, если вы умеете его починить, в том случае, если ваша работа как-то связана с велосипедами, в том случае, если вы рисовали велосипед с натуры и помните, где у него что. В остальных случаях вы хорошо понимаете, что такое велосипед, вы хорошо понимаете, для чего он нужен, вы узнаете велосипед, если вам его показать, но при этом, если вам нужно быстро воспроизвести, какие у него есть части и где они к чему относятся, то вы обнаружите, что задача не такая очевидная. Вы почувствовали это на себе сейчас? Некоторые это чувствовали. То есть, если бы, конечно, вы бы сели и долго думали, вы бы, наверное, смогли восстановить более или менее какой-то подобный велосипед. Но в реальной жизни вы никогда не обращали на это достаточно много внимания для того, чтобы это было очевидно. И основной папус того, что я хочу добавить донести, в том, что мы люди разные. Мы люди разные в зависимости от того, какой у нас мозг. Спасибо тебе данная очевидность. И мы люди разные в зависимости от того, что у нас заложено только во временной памяти. И вследствие этого в том, на что мы обращаем внимание, а на что мы не обращаем внимание. Вот эту историю знают те, кто читал мою глазовую книжку. Но я надеюсь, что есть люди, которые не читали мою глазовую книжку. И я эту историю сразу об этом расскажу, потому что она мне кажется очень важной. Однажды я работала же редактором Гранцева журнала. И нам присылали постоянно всякие разные рекламные брошюры для того, чтобы мы делали в своем журнале рекламу. И однажды одна большая серьезная косметическая компания прислала нам вот такую брошюру. Там была нарисована эта молекула, и было написано описание. Молекула была Оксана, ее кремний боекидроид, две минеральные части, связанные с входной циклей. Я, честно говоря, сначала подумала, что это не косметическая компания прислала, что это мои коллеги меня строят, что они сделали фотошоп, что они хотят как-нибудь поссорить меня с косметической компанией, строить как-то на рабочем месте. Я ее запустила на тормозах, но потом через несколько месяцев все-таки меня замучило его быстро. Я написала в компанию, попросила ее еще раз прислать эту брошюру, они ее радостно прислали. Я говорю вам, скажите, а можно я буду использовать в вашем брошюре в своих лекциях и книжках? Они говорят, конечно, можно, только обязательно не говорите, что это компания на реале. Я говорю, понимаете, в чем дело? Я буду ее использовать как пример того, что люди могут месяцами не замечать очевидных вещей, в том случае, если они не настроены на их поиск. Вы все еще хотите, чтобы я подтвердила, что это компания на реале? Они говорят, ну, как посчитаете нужным. Всем приочевидно, в чем подвох? Смотрите, если вы хорошо помните биохимию, то вы сможете опознать здесь какую-то молекулу. Но если вы даже помните биохимию плохо, то здесь нам спрашивают. Есть молекула филоксана, есть ее кремниевое ядро. Кто видит здесь кремниевое ядро? Кремния означается какими-то буквами, буквами SI, но в данном случае даже это не важно. В данном случае важно, что кремнии не обозначаются буквой C, которая обозначается углевод, а буквой H, которая обозначается водород, буквой O, которая обозначается кислород, и буквой M, которая обозначается азод, а больше никаких других букв здесь нет. То есть, посмотрев на эту молекулу, вы замечаете очевидное несоответствие между формулой и ее описанием. Неважно уже дальше, можно дальше не читать, что там за генеральные части, которых нет, что там за углеводная цепь, которая ест длиной в три элемента, но главное кремниевое ядро-то где? Кремниевого ядра нет, а молекулы, если вы к ней присмотритесь, то вы на самом деле заметите, что это какая-то аминокислота. Аминокислоты – это блоки, из которых состоят блоки. Она здесь странно вывернута. Обычно у любой аминокислоты, у нее есть группа COH, у нее есть группа NH2. И еще у аминокислот есть радикал, он у всех аминокислот разный, он их друг от друга отличает. С первого взгляда сложно заметить, что это аминокислота, потому что обычно группу COH, группа NH2 рисуют по краям, а они рядышком друг с другом, но тем не менее. Если вы помните биохимию хорошо, вы даже узнаете, что это аминокислота сирин, которая присутствует в больших количествах в обладке нашего организма. Я лично не помнила, не узнала, что это аминокислота сирин, я ее покупила, но я узнала, что это аминокислота. А узнала я, что это аминокислота после того, как я к ней присмотрелась, а присмотрелась я к ней после того, как я заметила, что в ней нет кремниевого ядра. Потому что то, что у нее нет кремниевого ядра, бросилось у меня в глаза сразу. В связи с тем, что я по образованию биолог, я сдавала вступительный экзамен по химии, Это был выпускной экзамен по химии в школе, и я сдавала штук шесть разных экзаменов по химии в течение обучения в университете. И поэтому я не могу не помнить, что времени не обозначается ни одной из этих букв. Просто не могу физически. То есть для меня это то, что называется эффект попаут, эффект всплывания. Это то, что просто кидается в глаза. Для меня эта картинка просто кричит. Смотрите на меня, нет, времени у меня нет. Смотрите, посмотрите на меня. При этом эту картинку по крайней мере полгода рассылали. И более того, по-видимому, еще во Франции такая брошюра появилась. Потом ее перевели на все языки, утвердили, рассылали всем журналистам. И никто не заметил никакого подвоха, потому что никто этого подвоха не искал. Потому что написано, что есть какая-то формула. Вот какая-то формула. Красивая, сложная. Но кто будет смотреть на формулу, господи боже мой. То есть просто для чернового варианта брошюра, по-видимому, вставили из губла первую упавшуюся молекулу, потом забыли поменять на камеру. И в течение некоторых месяцев в компании «Лориаль» никто ничего не заметил. Потому что основной пафос того, что я вам хочу сегодня сообщить, в том, что мы люди отличаемся друг от друга тем, на что мы обращаем внимание. Именно то, на что мы обращаем внимание, делает нас экспертами в своих областях, делает нас профессионалами. Для нас совершенно очевидны разные люди. У нас у всех совершенно разная картина мира, которая сформирована тем, как устроен наш мозг атомически, что сформировано тем, через какой индивидуальный опыт мы проходили. Сегодня между вами стало больше общего, вследствие того, что у вас появился фрагмент индивидуального опыта. Это важная часть для поддержания человеческой цивилизации. Спасибо. Спасибо. Спасибо.